Обратите внимание на силу и могущество Аллаха, если позволите мне привести один пример. Ибрагим, алейхиссалям, вспомните, когда он произнес фразу «Хаспи Аллаху анималь вакиль»? Откуда она появилась? Когда визири Немрода поместили Ибрагим, алейхиссалям, на катапульту, и уже готовы были запустить в огонь, они рассчитали все так, чтобы между ним и огнем расстояние составляло всего несколько секунд полета. И вот они уже обрезали пусковую веревку катапульты, и он оказывается в воздухе, как вдруг ему явился ангел и спросил «Ибрагим, чем я тебе могу помочь?» Все произошло в одно мгновение. Он спросил ангела «Ты сам пришел или по указанию Аллаха?» Их разговор происходит в какие-то считанные секунды. Тот отвечает «Я сам». «Я пришел сам. Аллах не давал мне указаний». Тогда он ответил «Хаспи Аллаху анималь вакиль» «Достаточно мне Аллаха. Достаточно мне Аллаха в качестве помощи, поддержки и покровителя». Клянусь Аллахом, прямо перед тем, как упасть в огонь, Аллах говорит «О огонь, стань прохладой». И как только Ибрагим попадает в него, огонь становится прохладным. Оказавшись в огне, все веревки на нем сгорают, но его одежда сохраняется. Ни единый волос на теле Ибрагима не сгорает в огне. Он начинает ощущать прохладу, и Аллах говорит «Прохлада и спасение». Тут от огня начинает веять еще большей прохладой, и Ибрагим чувствует себя в полной безопасности. Придет время, и кто-то спросит Ибрагима, «Расскажи нам о своем самом приятном моменте в жизни». На что он, задумавшись, ответит «Хм, пожалуй, это был огонь». Огонь? Огонь. Аллаху Акбар. Он провел сорок дней в огне, и ни один волосок не сгорел на теле Ибрагима. Чей это закон? Кто за всем этим стоит? Аллах. Если ты желаешь чего-то, то проси в первую очередь у Аллаха. Учи детей твердости характера, учи их упованию на Аллаха. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, говорит, «Если вы хотите научиться уповать на Аллаха, согласно тому, как этого желает сам Аллах, Аллах наделит вас уделом, равно как Он наделяет пропитанием птиц. Вам не придется беспокоиться запасами, состоянием ваших банковских счетов, сбережений и инвестиционных вкладов». Аллах говорит, они улетают утром с пустым брюшком, и вечером возвращаются с полным. В этом и есть обещание Аллаха.